Всем добрый вечер. Это не тест-драйв, ничто почем. Это просто... Просто хочу спросить ваше мнение и обсудить с вами два момента. Первый это наши соцсети и второй это вопрос относительно возрождения рубрики бэкстейджа. Давайте закроем тему с соцсетями сначала. Итак, какой повод? У нас появилась, наконец-то появилась группа в Телеграме. И я хочу, чтобы те, кто им пользуется, об этом знали. Если вам удобно получать уведомления о выходе новых тестов, о новых рубриках, именно в Телеграме, подписывайтесь. Ссылка будет в описании к этому видео. Вот так выглядит наша страница. Мы там будем сообщать, анонсировать тест. Мы будем сообщать о выходе новых сюжетов со ссылками на YouTube. И все это немножко разбавим какими-то автомобильными приколами, новостями и чем-то еще около автомобильным. Опять же напомню, что аналогично у нас работает Инстаграм. Единственное, в Инстаграме мы кроме анонса, вот так вот выглядит наша страничка, кроме анонса мы туда еще выкладываем классные фотки с тестов, потому что много тестов у нас там в самых живописных уголках мира происходит. И не все всегда можно удачно показать на видео. Иногда это круче выглядит на фотках в Инстаграме. Например, вот так вот. Давно работает Facebook. Facebook это абсолютно все вышеперечисленное. Плюс много новостей, плюс автомобильные приколы, плюс новости Украины, мира и все вместе взятое. И что у нас еще есть? Инстаграм, YouTube, Telegram и Facebook. Все. Опять же важный момент. Все же мы собираемся сейчас ехать в Женеву. Буквально через две недели мы туда отправимся. И в этом году у нас будет очень необычный подход. Ну как необычный. Всегда хотелось бы, чтобы так было. И надеюсь только в этом году это наконец-то получится. Мы хотим снимать сюжеты там. И прямо в реальном времени их выкладывать. Чтобы вы могли фактически первыми в мире посмотреть новинки. Не просто посмотреть, послушать наше мнение. Мы там залезем под капот, залезем под днище. И будем стараться все это делать максимально быстро, оперативно и красиво. Для этого у нас целая команда едет в Женеву. Я пока не знаю, насколько нам это удастся. Я очень надеюсь, что получится. Короче, держите за нас кулаки. Опять же, подписывайтесь на этот же Telegram, Instagram, Facebook, YouTube. Потому что везде будут выходить сюжеты, начиная с 6 марта. То есть 6 марта это первый пресс-день. День основных премьер. И вот в этот день как раз у нас будет появляться, я надеюсь, там больше 10 видео за день. Так, эту тему мы закрыли. Теперь переходим к следующей. По поводу... Если помните, когда-то у нас уже была такая рубрика. Мы выпустили несколько сюжетов. И на этом как бы тема прикрылась по ряду объективных причин. Но давайте посмотрим на наше с вами общение. По комментариям я понимаю, что очень много народа смотрит нас уже больше 5 лет. То есть больше 5 лет мы уже снимаем тест-драйвы. И вы знаете, мы с вами, наверное, видимся чаще, чем я вижу со многими родственниками. То есть может быть нам с вами пора узнать друг о друге побольше. Может быть вам интересно узнать, как мы живем помимо тест-драйвов. Как выглядит наш офис. Вот, кстати, сейчас я сижу в своем кабинете. А за камерой сидит Ярик и монтирует тесты. Потому что у нас сейчас тут переезд глобальный. Мы расширяемся. У нас отдельные появляются кабинеты для редакции. Поэтому пока там идут ремонты, все съехались очень компактно. Вот. У нас же, опять же, вы знаете меня, вы знаете Ярослава, вы знаете Славу и Артема. Да, Артем ушел в Автомир главным редактором. Слава в автоцентр, в печатное издание. Мы остались вроде как с Ярославом. Но это не все. У нас есть огромная команда портала. Потому что Инфогар это не только канал на Юбе. Это прежде всего самый популярный в Украине сайт о новых автомобилях, которому уже 12 лет, вот, в 2018 исполняется. Куча народу там работают. Готовят нам информационные материалы многие. Да, оттуда мы берем из каталога какие-то данные. То есть у нас есть отдел новостей, отдел статей. У нас есть редактор, тест-драйва. Вообще очень много народу. Можем с ними знакомить. Можем, к примеру, вам рассказать о том, чем мы снимаем и как мы снимаем. Хотя вот Ярослав к этому очень ревностно относится. Он обычно против. Ярик, или нет? Стыдно, потому что. Потому что ему стыдно, он все снимает на телефон. Но на самом деле, если бы у нас сейчас не был тут бардак, я бы вам показал, ну вот, например, нашу рельсу. Вот так вот выглядит наша рельса. Мы ее называем Анжела всегда. Ей уже тоже много лет. Мы ее редко используем, но очень крутой образец. Опять же, давайте устроим какое-то голосование. Давайте я вот в видео здесь, например, вставлю голосование за сюжеты. Нет, давайте сначала ответим на вопрос. Вообще, интересно ли вам эта рубрика? Потому что, опять же, тот же Ярослав у нас против этого. И говорит, что мы только засорим канал. Что мы, как это сказать, оттолкнем каких-то людей, которым интересны только тесты. Вот микрофон у меня вроде бы пишет. Будем надеяться, да? Опять же, по поводу нашего нового микрофона. Мы начали писать вот на такие штуки, которые не связаны с камерой. Теперь должны давать классный звук. Но для нас все еще это вопрос. Итак, первый вопрос. Снимать вообще бэкстейджи и не снимать? Я уверен, что сейчас в комментариях появится куча народу, который будет кричать, да-да-да, снимай, снимай, снимай и лайкать. Но я бы хотел услышать вот взвешенное мнение. То есть, если вы против, действительно, обязательно зайдите в это голосование и поставьте, что вы против. Мы хотим понять, какое соотношение тех, кто против и нет. Хотя, с другой стороны, знаете, вот часто ваши комментарии насчет того, что зачем вы это публикуете, не надо публиковать то, не надо то, меня удивляют. Почему? Потому что, опять же, мы же не телеканал, мы же не обязательное для просмотра шоу. У нас выходят ролики, да. У них есть четкие названия, у них есть скриншоты, которые говорят о том, что будет внутри. Неужели то, что немножко отходит от темы тест-драйва, кому-то сильно мешает? Ну, может быть, вам пришло уведомление, и вы не хотите это смотреть, вас раздражает само уведомление. Ну, вот это я могу понять. Потому что в других случаях, ну что, ну не смотрите, смотрите тест-драйвы, смотрите, что почем. Это те рубрики, которые будут работать у нас в следующие года точно. Соответственно, вопрос, снимать или не снимать. Второй вопрос, что снимать, о чем вы хотите услышать. Опять же, лучше напишите в комментариях, кто о чем хочет услышать. Но если видите подобное уже мнение упомянутое, лучше ставьте лайк на него, чем дописывать. Потому что перечитать тысячи комментариев мы быстро не сможем и пересчитать самые актуальные темы. Это будет тоже сложновато. Вот. Еще немножко скажу о наших планах на 2018 год. Мы хотим продолжать рубрику «Что почем?». Исходя из ваших реакций, она, видимо, хорошо идет. Мы ни в коем случае не хотим, чтобы она каким-то образом заменила классические тесты. Потому что это абсолютно разные вещи. Мы будем продолжать снимать тесты, которые обычно проходят в Европе. И дальше будем снимать сюжеты «Что почем?» уже относительно Украины, относительно наших цен, наших реалий, комплектаций, которые к нам доходят и так дальше. То есть они должны, по нашему мнению, эти сюжеты друг друга дополнять. Тест-драйвы и «Что почем?». Будут тесты, будут «Что почем?», будут эксперименты дальше. Опять же, вы спрашивали насчет обзора Kia, моего семейного. Он будет, обязательно будет. Просто мы его снимаем не спеша между тест-драйвами. Сейчас очень большая нагрузка, мы его немножко откладываем. Будут эксперименты. Я надеюсь, удастся снять большой отчет по Туарегу еще до его продажи. Есть некоторые идеи по социальным роликам. Мы наконец-то хотим убедить вас в некоторых вещах, которые многие из вас не делают. Это относительно пристегивания и относительно использования заглушек для ремней безопасности. Я надеюсь, что нам на это хватит времени. В общем-то, вот пока то, чем хочется поделиться сегодня. И добавлю разве что один момент. У нас есть сайт, и как мы в последнее время понимаем, не все об этом знают. То есть многие подписаны на YouTube, но некоторые вещи, которые мы упоминаем в тестах, мне кажется, когда я об этом говорю, что это все должны знать, что это есть на сайте, что это можно там найти, и что нет смысла нам это проговаривать в видео. Но это не так, не все знают. Поэтому обязательно зайдите на сайт Infocar.ua. Посмотрите, там есть огромный каталог, он фактически крупнейший в СНГ по характеристикам. Там есть основной для Украины калькулятор по растаможке автомобилей, самый актуальный, со всеми последними ставками по электромобилям, по льготным тарифам, по автомобилям с Европы, с США. То есть это то место, где большинство интернет-пользователей считает, сколько стоит растаможить машину. У нас есть огромнейшая база отзывов, у нас есть текстовые версии наших тест-драйвов, еще куча всего. Короче говоря, заходите, и я еще буду время от времени упоминать сайт, рассказывать, как некоторыми вещами пользоваться, потому что, опять же, оказывается, не все это знают. В принципе, наверное, все. Спасибо, до следующих встреч в бэкстейдже, если вы за него проголосуете.